Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам свою реализацию Nintendo Detainment System на FPGA. Я использую плату D2-115 от компании Teresic Technologies. Она основана на щипе Altar Cyclone 4. На этой замечательной плате имеется большое количество периферии, достаточной для создания NS. Например, это VGA ЦАП, аудиокодекс интерфейса MI2S, двустрочный ЖК-дисплей, а также статическая память объемом 2 МБ. На обратной стороне установлен разъем для полноразмерной SD-карты. Также на плате присутствует большое количество микросхем и других интерфейсов, однако я не буду их перечислять, потому что в этом проекте они используются. Давайте подключим плату. Образы карты же хранятся на SD-карте. Для работы с файловой системой, загрузки образов и обслуживания USB используется процессор NIOS 2. Однако непосредственно ядро NS полностью написано на верилок без использования NIOS. Я решил использовать возможность подключения USB-джойстика, и на светодиодные индикаторы выведено состояние всех кнопок. Кнопки Turbo реализованы в блоке сериализатора, а их частота в районе 20 Гц. Список файлов с SD-карты выводится на ЖК-дисплей, и кнопками можно выбрать файл для загрузки. Конечно, в идеале для меню выбора образов нужно использовать графический процессор с самой приставки. Давайте посмотрим на некоторые игры. Очень неплохая игра. Я помню, как играл в нее в детстве. Обратите внимание на вот эту зеленую полоску. Она предназначена для отладочных целей, и я специально не стал ее убирать. Она показывает момент возникновения прерывания от мэппера, в данном случае от RMC3. Прерывания используются для реализации различных графических эффектов. Например, здесь это раздельный скроллинг и переключение банка в память из многогенератора. Игра партнерского периода использует прерывания намного активнее. Вот здесь это раздельный скроллинг. И вот такой интересный эффект волны. Здесь прерывания возникают, наверное, каждую третью строку. Игра партнерского периода Это очень простая игра. Она не использует мэпер вообще и не использует вертикальный скроллинг. Для горизонтального скроллинга раздельного здесь используется факт пересечения первого непрозрачного пиксела спрайта с пикселом фона. То есть вот эта монетка – это фон, а ее тень – это спрайд. Вторая часть намного более продвинута. Она использует мэперовый MC3, а также горизонтальный и вертикальный скроллинг. Зеркалирование страниц памяти динамически меняется. Третья часть тоже основана на мэпере в MC3. Кстати, внимательный человек, я думаю, уже заметил, что у меня не реализован канал DMC. Это слышно по отсутствию ударных. Я просто не успел это сделать. Принц Персии – очень известная игра, но мне она всегда казалась немного однообразной. Тоже известная серия игр. Первая часть сдернана на мэпере второго. Вторая часть используют мэпер в MC3. И, конечно, я не мог не показать очень известный аниме-клип Bad Apple. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok